Ореса. Надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса. Профессиональный подход. Можно ли приготовить обед для всей семьи всего за 15 минут? Да так, чтобы вкусно, полезно и недорого. Можно, и мы в очередной раз сегодня вам это докажем. С вами проект Готовь как шеф. Евгений Жаворонков, Екатерина Барсукова и партнер нашей программы компания Ореса. Партнер показа компания Ореса. Надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса. Профессиональный подход. Итак, сегодня мы приготовим два блюда. Это будут гнезда с мясными шариками. И вафли с овощами. Мы приготовим их с помощью нашей помощницы вафельницы от компании Ореса. Итак, начнем приготовление основного блюда. Гнезда с мясными шариками. Для приготовления этого блюда нам понадобятся гнезда, фарш, сливки, специи, соль, укроп и зеленый лук. Особенность приготовления этого блюда заключается в том, что мясные шарики будут практически готовиться на пару. Мы их вообще жарить не будем. Я напоминаю, что цель нашей программы показать, что полезная еда это далеко не всегда дорого и долго. Это очень просто, быстро, вкусно и бюджетно. Первым делом нам необходимо подготовить фарш. Катя, держи зелень. Тебе ее необходимо мелко нарезать, а я займусь нарезкой лука и перемешаю его с фаршем. Вот, хорошо. Вообще блюда готовятся максимально быстро. Это тот самый случай, когда ты приходишь с работы уставший, все хотят есть. И времени на приготовление нужно потратить минимум, но накормить при этом всю семью. В чем польза этого блюда? В принципе, очень многих может напугать яичная лапша. О, макароны, какое же это пэпэ, какая же это полезная еда. На самом деле, обычная фишка. Выбирайте лапшу, выбирайте пасту из твердых сортов пшеницы. Теперь мы добавляем сюда паприку. Нам нужно тщательно перемешать фарш, отбить его, чтобы он набрал вся кислорода. Затем мы будем формировать наши мясные шарики. Фарш у нас готов. Теперь вообще максимально простые действия делаем. Мы выкладываем прямо в сковородку гнезда. Не нужно их предварительно варить. В этом и вся суть. И теперь формируем вот такие довольно крупные мясные шарики. И просто ставим их в гнездо. Таким образом, лапша у нас пропитается мясным бульоном. При этом само мясо будет готовиться на пару. Теперь нам необходимо добавить воду. Воду добавляем до середины гнезда. Добавляем немного соли. Можно сразу. Я вот смотрю, у нас еще в этом блюде присутствуют сливки. Сливки мы добавим уже ближе к концу, когда выпарится вода, и это будет наш свойогатный соус. Ну что ж. Все, включаем плиту под крышку и создаем такой парной эффект. Оставляем наше блюдо готовиться в течение 10 минут. А за это время мы приготовим второе блюдо, и это будут бафли. Для приготовления вафель мы сегодня готовим не сладкие вафли, мы же обед готовим для всей семьи. Нам понадобится ветчина или колбаса, укроп, яйцо куриное, сметана, помидоры, обязательно разрыхлитель и мука, конечно же. Все нарезаем мелким кубиком, перемешиваем и готовим тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Помидоры у меня готовы. Валючина тоже. Соединяем все в глубокой миске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее я нарезаю зелень, а ты же добавишь сметану и яйцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При выборе сметаны, Катя, есть какая-то определенная жирность? Да, слишком жирную брать не стоит, потому что тесто будет слишком густое, придется разбавлять его молоком, допустим. Я брала 15% жирности, но сейчас посмотрим, что из этого получится. Мне ее всю добавлять или... Попробуй 2 столовых ложки, дальше будем регулировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две столовые ложки сметаны и яйцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зелень тоже готова. Добавляем 100 граммов муки. Пока все не будем добавлять, будем смотреть. Подай мне, пожалуйста, чайную ложку, мне нужно добавить разрыхлитель. Одну чайную ложечку. Обязательно добавляйте разрыхлитель, чтобы вафли были пышными. И теперь это тщательно перемешиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тесто для вафель готово. У нас получилась такая консистенция густой сметаны. Поэтому, я думаю, можно нагревать вафельницу и начинать выпекать. На его приготовление у нас ушло буквально 5 минут. Да? Мы же обещали вам обед за 15 минут. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Сегодня на нашей кухне помощница от компании «Ареса» – электровафельница «Ареса» АР-2805. В чем преимущество этой модели? Во-первых, высокая мощность. Она позволяет приготовить вафли буквально за 3-5 минут. Во-вторых, самое главное, на мой взгляд, преимущество – это сразу 5 отсеков для приготовления вафель. Она проста в управлении, очень удобна, очень быстро нагревается. Здесь есть индикаторы световые нагрева и индикатор приготовления. Готовить очень удобно, справится даже ребенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно выкладываем тесто. Много не нужно. Распределяем по форме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось только прижать, чтобы тесто распределилось. И осталось выпекаться вафлям буквально 3-4 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, какая красота у нас получилась. Теперь аккуратненько, желательно силиконовой лопаткой, снимаем наши вафли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первая порция вафель у нас готова. Я пока займусь дожариванием, так сказать. Да. А вы заканчиваете основное блюдо. Да, и наше основное блюдо тоже почти готово. Осталось добавить сливки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останется добавить зелень. И перца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как поживают твои вафли? Моё блюдо. Мне вообще ничего не нужно делать. За меня всё делает моя помощница. Да, ну замечательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь наши гнёзда мы поливаем сливочным соусом. Так. И добавляем чёрный перец. Всё. 15 минут, и горячее блюдо у вас на столе. Вместе с вафлями. Манюжи готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомним, что мы сегодня готовили. Мы готовили гнёзда с мясными шариками и вафли с овощами и ветчиной. Эти вафли вы можете использовать в качестве полезного перекуса. А начинку можно формировать по своему усмотрению. Этот и другие рецепты вы можете посмотреть на нашем Ютуб-канале и группе ВКонтакте. И, конечно же, в эфире второго канала. Мы, друзья, ждём с вами новых встреч. Всем пока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ореса – надёжная и безопасная техника для вашего дома. Ореса – профессиональный подход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова